Мобильные помощники. Сегодня главврачам больниц вручили ключи от 53 новых легковых автомобилей. Вынужденные меры. С 1 января 2020 года существенно подорожает проезд на маршрутках 331, 270, 101 скорой. Звуки моды. В Чувашском национальном музее открылась выставка костюмов из коллекции знаменитого историка моды Александра Васильева. Потребительские цены в Чувашии одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. На еженедельном планерке в Доме правительства вице-премьер-министр экономического развития Дмитрий Краснов отметил, в январе-ноябре 2020 года рост цен по отношению к такому же периоду прошлого года составил 4,5%. Самый большой рост отмечен на продовольствие 6,6%. Самый незначительный на услуги 1%. По словам Дмитрия Краснова, причин этому несколько. Удорожание ГСМ, сложная логистика в поставках, сезонность и другое. Оценили место Чувашской республики в рейтинге субъектов по ПФО и по России по уровню ценно-продовольственные товары. Мы видим, что самый значительный рост у нас оказался по сахарному песку в два раза и на крупу гречневую в полтора раза. А так, в целом, если смотреть на ряд позиций, на ряд товарных групп, у нас цены самые низкие не только в ПФО, но и в России. Для того, чтобы выработать меры поддержки и вообще проанализировать ситуацию, нам, конечно же, надо углубиться в процесс прохождения по товаропроводящейся почке этих товарных групп. Поэтому я бы просил собрать информацию по отдельным товарным группам, на которые мы фиксируем существенное повышение цен. Прямо как происходит ценообразование на переходе каждого этапа цепочки, товаропроводящей цепочки. С 1 января существенно подорожает проезд из Чебоксара-Новочебоксарск на маршрутах 331, 270, 101 скорой. Перевозчики уведомили об этом Минтрансреспублике и своих пассажиров. Объявления о подорожании проезда уже на прошлой неделе появились в салонах маршруток. С 1 января 2021 года проезд за наличные будет стоить 32 рубля. По картам 30 рублей. В настоящее время на всех маршрутках, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском, проезд стоит 26 и 25 рублей соответственно. То есть стоимость проезда подорожает сразу на 23%. В республиканском Минтрансе такое повышение считают обоснованным. На маршрутах между Чебоксарами и Новочебоксарском действуют нерегулируемые тарифы. Поэтому перевозчики могут менять их по своему усмотрению. В Минтранс отряда перевозчиков, которые обслуживают направление Чебоксара и Новочебоксарск, в ноябре текущего года поступило выдумление о том, что они планируют поднять тариф на перевозки с января месяца следующего года. Виды перевозок бывают регулируемые и нерегулируемые. То есть регулируемый тариф устанавливается заказчик перевозок, а нерегулируемый тариф устанавливает сам перевозчик. Все перевозки в направлении Чебоксара и Новочебоксарск у нас осуществляются по нерегулируемым тарифам. Так для сведений могу сказать, что последний раз индексация тарифов в этом направлении была в 2018 году. Но за это время, которое прошло, ГСМ у нас увеличилось более 40%, стоимость подвижного состава увеличилась более 70%. В текущем году данная отрасль пассажирской перевозки автомобильным транспортом и городским наземно-электрическим включены в самые наиболее пострадавшие отрасли от развития новой коронавирусной инфекции. Вслед за 331, 270, 101 скорым маршрутом цены могут поднять и другие перевозчики. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2020 году в селах Чувашии начали работать 47 врачей и 78 фельдшеров. Они позволили ликвидировать дефицит медицинских работников в сельской местности. Чаще всего медики выбирают Канарский, Чебоксарский и Батыревский районы. Медики получают компенсационные выплаты в 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно. За 8 лет работы этой программой воспользовались 518 врачей. Программа «Земский фельдшер» появилась чуть позже, ей всего 2 года. Тем, кто выбрал особо отдаленные территории, выплаты увеличили. В 2020 году планируем численную часть программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», утвержденную Министерством здравоохранения Российской Федерации в количестве 148 медицинских работников. В том числе из них 92 врача и 56 средних медицинских работников. Напланировано в 2021 году, запланировано 119 медицинских работников. Это 75 врачей и 44 средних медицинских персонала. В рядах скорой помощи пополнение. Сегодня главврачам больницы вручили ключи от 53 новых легковых автомобилей. 17 автомобилей теперь в собственности городских больниц Чебоксара, Новочебоксарска и Канашам. 36 передали районным поликлиникам. Машины предназначены для доставки к пунктам диспансеризации, выездов мобильных бригад и оказания неотложной амбулаторной помощи. В наше тяжелое и сложное время мы медицинские работники, рады всякой помощи. И вот сейчас у нас республика выделила деньги, и нам предоставили машины, санитарные машины, для обслуживания пациентов на дому. Если, допустим, раньше врач первичной звена, образно говоря, мог обойти 5 пациентов и доставить лекарственные препараты 5 пациентам, то сегодня он сможет сделать 15 пациентов, доставить лекарственные препараты и осмотреть их. То есть, соответственно, в разы увеличивается доступность медицинской помощи. Автомобили предполагают использовать и для обслуживания на дому пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией. Для доставки им лекарственных препаратов, перевозки биологического материала, от транспортировки в КТ-центры. Автомобили оснащены всем необходимым. Наличие материально-технической базы даёт возможность оказать современную, доступную медицинскую помощь тем людям, которые в них нуждаются. Но при этом надо отметить и то, что даже имея самую суперсовременную материально-техническую базу, без людей она до больных не дойдёт. Поэтому параллельно, конечно же, и сегодня мы об этом говорили, очень важно развивать развитие кадров в отрасли медицины. Юлия Важенина, Алексей Зоциков, Юрий Марков, Республика. Высказать слова благодарности докторам сегодня хотят многие жители Республики. Ребята из столичной гимназии номер 5 решили поддержать медработников не только словом, но и делом. И изготовили ёлочные украшения. Наш школьный завод. Так ученики называют свой технологический блок. Здесь они реализуют различные творческие идеи. В гимназии действует волонтёрское движение. И добрые дела стали неотъемлемой частью школьной жизни. Что мы можем сделать для наших врачей и какое настроение создать им перед Новым годом. И ребята приняли решение сделать ёлочки. Замечательные ёлки, которые мы сегодня передаём в больницы и с игрушками для того, чтобы настроение наших врачей приподнялось. Мне кажется, очень важно сегодня своим личным примером нам, взрослым, показывать, что слово «благодарю» становится модным. Отсюда мир светлее, настроение ярче. Материалом для игрушек стали папье-маше, ткани и другие подручные материалы. К новогодним украшениям добавили письма, рисунки, открытки и вкусные шоколадки. Эскизы выбирали особенно тщательно, чтобы врачам понравилось. Тимур Иванов умеет делать многое. Например, пеналы и линейки в подарок своим друзьям. А сегодня с удовольствием мастерит ёлочные украшения. Для начала мы подбирали эскиз, который мы хотим сделать. Потом мы делали его в специальной программе. И потом уже вырезали. Это всё делал наш школьный завод. Мы всё это вместе проектировали и вырезали на лазерном станке. Педагоги считают, что у этой акции есть не только внешняя, но и внутренняя составляющая. Мы развиваемся в процессе изготовления. То есть и рисовать учимся, и на компьютере работать. Благодаря данной акции у детей есть возможность поблагодарить врачей, показать свой труд с той точки зрения, что свой труд можно подарить. И поднять настроение не только себе, своим близким, но и тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Все подарки ушли в так называемые ковидные больницы. Республиканский госпиталь ветеранов войн, больницу скорой медицинской помощи и в детскую инфекционную больницу. Ребятам очень понравилось. И я сам был лично очень удивлён, что они с такой энергией и такой отдачей делали подарок, который они вложили в всю свою благодарность. На самом деле, я считаю, что это очень ценно. Сами подарки, я думаю, что получились оригинальными. Надеюсь, что врачи оценят то, что мы для них сделали. Спасибо вам, дорогие врачи, за ту работу, которую вы проделываете ежедневно в это тяжёлое время. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. «Единая Россия» провела онлайн-форум волонтёров. Добровольцы со всей страны рассказали о своей работе, обсудили лучшие практики, обменялись опытом. Каждый день ставят перед ними новые задачи. Помощь медицинским работникам, поддержка пожилых, обеспечение лекарствами, продуктами и не только. В уходящий год фронт работ был обширным. Форум собрал председателя волонтёрских центров партии, развернутых по всей стране. У каждого региона свой опыт. Наша республика использовала в этой работе цифровые технологии, что позволило систематизировать весь механизм оказания помощи нуждающимся. Подробно об этом рассказал председатель правления ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-кластер Чувашской республики Владимир Лидерман. В QR-коде мы зашили адрес доставки и телефон. Это позволило нам убрать лишнее звено на координацию работы волонтёров. Врачи также выписывают лекарства, а волонтёры их доставляют. При доставке волонтёр делает фото пакета с лекарствами и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Речь также шла о перспективах развития добровольческой деятельности. В режиме реального времени активисты из разных уголков страны рассказали и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются. Просьба граждан, обращающихся в волонтёрские центры «Единой России». Владимир Путин назвал волонтёров настоящими тружениками и оценил их работу. Обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бойцом, добрым, сердечным человеком. И причём не просто каким-то там человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружим, готовым впрягаться в решение непростых задач стоящих перед страной. Такие люди, конечно, мощнейшие, созидательная сила в целом в стране, но и для партии чрезвычайно они важны. Ленинский районный суд Чебоксар приговорил известного бизнесмена Чуваши и бывшего руководителя крупной строительной компании Владимира Ермолаева к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В суде установлено, что злоумышленник, являясь фактическим руководителем строительной организации, декларации уклонился от уплаты налогов за период с 2014 по 2016 годы на общую сумму более 107 миллионов рублей. Предприятиям, подаваемые в налоговый орган декларациях, указывали заведомо ложные сведения о завышенных объемах расходов якобы понесенных организацией в процессе своей деятельности, что приводило к занижению налоговых платежей. При этом установлено, что фактически данные расходы либо вообще не имели места быть, либо напрямую были не связаны с деятельностью организации, а, например, были затрачены на работы по строительству его личного дома. Свою вину в совершенном преступлении посудима не признала, а ущерб, причиненный преступными действиями, не возместил. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор законную силу пока не вступил. Отмечаем, что вынесение приговора не означает, что организация виновного будет освобождена от уплаты всех необходимых налоговых платежей. В настоящее время указанная строительная компания находится на стадии банкротства, и в случае, если всех ее средств не хватит, чтобы погасить всю имеющуюся задолженность, в том числе по налогам, то может быть обращено взыскание на имущество и денежные средства самого бывшего руководителя. Как и обещал, Минстрой Республики регулярно проводят встречи с дольщиками. На этот раз обсуждались проблемы, мешающие строить дом по улице Калинина, 83. С виду вполне готовый дом. Казалось бы, новоселье не за горами. Но дом пустует уже несколько лет. Изначально строительством объекта занималась компания «Победа». В 2017 году она была признана банкротом. В 2019 дом включили в единый реестр проблемных объектов. В 2016 году в первом квартале должны были завершить строительство. Но нашим чаяниям не было суждено сбыться. Мы вот до сегодняшнего дня, а это уже конец 2020 года, так и не дождались окончания строительства дома. Теперь достройку дома взяло на себя государство. Обязательства застройщика переданы региональному фонду защиты прав дольщиков. По данному объекту у нас решение по уделению финансовых средств оно было получено в прошлом году, в конце. Но ввиду того, что мы процедурно вопрос передачи объекта нашему региональному фонду достаточно сильно затянулся в арбитражном суде, сегодня только смогли приступить к проведению мероприятий по достройке. Застройщик самовольно увеличил этажность, из-за чего нарушил нормы пожарной безопасности. Они должны были соответствовать высотности здания. В связи с этим остро стоит вопрос корректировки проектной документации. После получения проекта с положительным заключением госэкспертизы будет проводиться отбор подрядной организации, которая будет завершать оставшиеся работы. Завершение проектных работ ожидается в первом квартале 2021 года. И в течение года объект планируют ввести в эксплуатацию. Ульяна Пятакова, Сергей Копеев, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Доме правительства состоялось заседание рабочей группы по защите прав обманутых участников долевого строительства. В плане графики 13 жилых домов общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Жители республики заключили более тысячи договоров участия в долевом строительстве. Два проблемных объекта ввели в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в третьем квартале Республиканский фонд защиты дольщиков принял права на объекты застройщиков компании «Кратенстрой» и «Победа». В настоящее время министерством с привлечением заинтересованных органов проводятся еженедельные встречи с участниками долевого строительства по проблемным объектам согласно сформированному графику на самих объектах. На указанных встречах до граждан доводится актуальная информация по проводимым мероприятиям по достройке проблемных объектов. Каждый дом, который не был сдан в эксплуатацию вовремя, это конкретная судьба человека, семьи. Нарушенные права должны быть восстановлены. Самая главная задача, конечно же, максимально ускорить все процессы, которые требуются привести по тем проблемным домам, которые на сегодняшний день имеются в Чувашской республике. Ну а дальше, мне кажется, не менее важное, это держать в поле зрения и в зоне внимания каждый многоквартирный дом, который на сегодняшний день пока еще имеет риски, даже гипотетические переходы в проблемный объект. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Профессиональные писатели Чувашии подвели творческие итоги. 2020 год был непростым даже для мастеров слова. Самоизоляция лишила их возможности встречаться со своими читателями, строить планы. Некоторые критики позволили себе неосторожные высказывания. Есть некоторые легкомысленные высказывания, что литература слаба, что она плохо развивается и неправильно. Сейчас у нас за последние 30 лет сформировалась современная литература чувашская по всем жанрам, направлениям. И в прозе, и в поэзии, и драматургии. Литература работает, литература живет, и литература наша сильная. Даже по сравнению с другими регионами, я должен сказать, передовые позиции занимают. Большим подспорьем в непростое время для писателей стал YouTube-канал Национальной библиотеки Чувашской республики. Здесь размещаются онлайн-презентации, фестивали, акции, семинары, круглые столы, флешмобы и многое другое. При возможности с соблюдением всех мер безопасности иногда удавалось встретиться, что называется, вживую. Проводим очень много мероприятий с нашими молодыми писателями, помогаем их в творчестве. Но учить писать никого невозможно, но показать им путь правильный, писать нужные произведения для нашей литературы, тут, конечно, наши старожилы могут подсказать. У писательского сообщества новые интересные идеи и предложения. Работа продолжается. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашском национальном музее открылась выставка костюмов из коллекции знаменитого историка моды Александра Васильева. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Выставка — завершающий этап межрегионального фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков», посвященного столетию образования Чувашской автономной области. Александр Васильев собрал в своей коллекции более 50 сценических костюмов известных мастеров сцены. Эскизы многих из них навеяны народными мотивами, как, например, у Валентины Толкуновой. В числе экспонатов — наряды Аллы Пугачевой, лаймы Вайкули и многих других. Фонд знаменитого историка моды искусствоведа насчитывает множество экземпляров уникальных, образцов дизайнерской мысли. Органично дополняют экспозицию коллекции различных аксессуаров и другие необычные атрибуты мира красоты и моды. Здесь вся история страны в образах моды и в образах музыки. Да, все те уникальные женщины, которые покоряли сердца миллионов жителей нашей страны, в том числе и чувак, привлекали своими нарядами. Уже в другом музее художественном состоялась творческая встреча. Местные художники и модельеры показали Александру Васильеву стилизованные чувашские наряды. Говорили о развитии народных ремесел, о том, как важно, чтобы кто-то продолжил дело. Без преемственности вся эта красота может исчезнуть. Поэтому молодые мастера так тщательно хранят традиции. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Картина праздника. В Чебоксарах открылась выставка Калиста Ивановой под названием Новый год к нам приходит. Яркие цвета, неожиданные сочетания. Эти картины нельзя назвать обычными. У них даже нет названий. Автор считает, каждый зритель должен увидеть что-то свое. Работы, созданные в авторском стиле. Это мой собственный авторский стиль. Он называется стиль «Арт Калиста Стайл». Это когда-то я в 2015 году начала создавать работы в такой технике, где присутствует именно объем, фактура, блеск, сияние, чистый цвет и, конечно же, интересный философский взгляд. То есть это не реализм, не реальные какие-то картины, да, работы, а именно такой авторский, философский взгляд. Внимание посетителей приковывает зеленая красавица. На выставке демонстрируется 12 авторских новогодних елок, символизирующих 12 месяцев в году. Есть арт работы с символом наступающего 2021 года быком. Это символ мужской силы и богатства. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и Союза женщин-чуваши. Выставка, которая посвящена елкам новогодним, наверное, будет выделяться на фоне всех, поскольку оно создает состояние такой, знаете, эйфории, какого-то вот прям предвкушения чего-то такого волшебного, настоящего и очень ощутимого прямо на уровне даже тактильных каких-то ощущений. Душевный мир женщины всегда был и остается загадкой, но как бы он не менялся под воздействием обстоятельств, в нем всегда есть место доброте и гармонии. Посетив эту выставку, я сразу ощутила красоту, душевность. Это ее состояние, это внутреннее состояние художницы, я полагаю. Здесь, на самом деле, мы видим изысканность, красота, утонченность, ну, а в целом, наверное, это очень хорошее, хорошее настроение. Поднимите и вы себе настроение. Выставка продлится до 15 января. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Музыкальный поединок. Два творческих коллектива из Грузии и Чувашии встретились на просторах интернета и каждый со своей песней. Причем пели музыканты на чужих языках. Грузины на чувашском, Чуваши на грузинском. Любимая песня Андрияна Николаева лети, 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 кукушка в новом звучании. Грузинская группа Браво Метехи записала кавер на одну из самых известных чувашских песен. Видео уже набрало в интернете тысячи просмотров. Реакция была неожиданная, такая шикарная, скажем так, потому что Грузия заметила нашу скромную маленькую Чувашию и отреагировала такой песней. Они пели с таким ощущением, как будто они прям в материале, они знают язык, и то есть у них это очень по-настоящему получилось. Ответ не заставил себя долго ждать. Один из солистов вокального коллектива «Артикль» Александр Антошин предложил записать на видео уже грузинскую песню. Эту знаменитую грузинскую композицию знает, наверное, весь мир. Чита Гврито в переводе «Птичка невеличка» одна из любимых песен и вокального коллектива «Артикль». Она уже давно в их репертуаре, но звучание ансамбля отличается от привычного благодаря современной аранжировке. У нас, во-первых, присутствовал битбокс, во-вторых, у нас инструментально-хоровая обработка. То есть мы поем, как инструменты в оркестре играют. Как-то так. То есть мы заменили звучание инструментальное нашими голосами. Коллективу «Артикль» четыре года. Каждый из участников ансамбля – вокалист классического жанра. Коллектив постоянно расширяет репертуар, добавляет в него романсы, народные, эстрадно-джазовые композиции. Местных музыкантов даже окрестили чебоксарским хором турецкого. Сейчас они готовят новую программу. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Это были главные новости понедельника, 14 декабря. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова